Своих надежд со стороны родителей. После выхода в эфир в конце мая репортажа о тагильском школьнике Денисе Попове и его, как он сам заявил журналистом в проекте Балдженос, резонанс на интернет-форумах был очень большой. Мы принимаем справедливость высказываний о том, что при желании сообщить о событии проявили торопливость. Поэтому вновь возвращаемся к теме. Тогда мы этого действительно не сделали и, к сожалению, не уточнили, что о тагильском Балдженосе интернет-сообществу известно уже с конца прошлого года. Привет всем, кто пользуется системой Linux. Я пишу систему, точнее собираю для нее дистрибутив. Вскоре будет готово. Назвал ее Балдженос. Систему я делаю с нуля. Между тем Денис защитил исследовательский проект на городской научно-практической конференции. Работа Дениса называлась «Инсталляция операционной системы Linux». В этой работе он рассмотрел состав операционной системы и достаточно наглядно показал, как ее можно инсталлировать и настраивать. Все его доказательства были вполне убедительны и на практике он смог показать одну из версий инсталляции данной операционной системы. Именно поэтому работа получила положительную рецензию. Другое дело, что в защите действительно Дениса иногда заносило и он употреблял такие выражения, как «моя операционная система», «новая программа». Ну, в общем-то, он является учеником 11 класса и некоторых вещей, я считаю, может просто не понимать. В репортаже, который вышел в эфир в мае, не было акцента на то, что Balgen создан на базе Linux. Linux по своим техническим характеристикам открыта операционная система. Это значит, распространяется свободно, можно менять настройки, заменять различные компоненты. С работой, говорят специалисты, обычному пользователю справиться трудно, потому как она требует специфичных знаний и навыков. Чтобы сделать Linux удобнее и доступнее конечным пользователям, значительное число компаний открытых сообществ разработчиков упускают дистрибутивы, различные формы распространения программного обеспечения. Он просто взял систему, в некоторые программы, поставляемые системой, он вписал свои куберайты, вот, например, в браузер. Очень легко определить по виду, что этот браузер является практически браузером Aurora с измененной картинкой изначальной. Он говорит, что он написал антивирус, это тоже ложь, потому что на основе якобы его антивируса лежит всем известный антивирус Клама-Лэн, который распространяется также бесплатно. В частности, он обещал свой офис, который будет работать быстрее. Я уверен, что это будет переработанный OpenOffice. Если он начнет менять фигура, это вот именно в OpenOffice, то на него просто подаст компания Oracle в суд. Закражу кода. В школе Дениса всегда поддерживал педагог. Каждую неделю, по словам учителя информатики Ефима Шеринкина, в Балдженесе появлялось что-то новое. Грустно, потому что не нашлось взрослых дядей, которые бы объяснили, собственно говоря, школьнику, что, собственно говоря, им сделано и какого уровня эта разработка. Она, конечно, в любой ситуации. Эту работу надо приветствовать. Но оценивать, конечно, нужно ее здраво. Мы, конечно, приказов не сдавали насчет внедрения новой системы, потому что системы как таковой нет. И мы даже не знали о том, что ребенок такую систему пытался разработать. Он молодец. Выводы нужно аккуратненько формулировать. Мы попытались еще раз расставить точки над «и», предложив Денису и его учителю информатики встретиться. Ефим Шеринкин лежит в больнице. Денис согласился дать интервью по телефону. Но разговор не состоялся. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети? За непроверенную информацию в репортаже, вышедшем в эфире 27 мая, приносим телезрителям извинения. Дарья Устюгова, Николай Ольков, Дмитрий Дуплинский, Константин Шульц. Время новостей. Телекон.